всем привет с вами дядя володя страшный сейчас у нас сейчас у нас пол девятого утра на метеостанции дома 22 с половиной градуса это очень хорошо комфортно а вот на улице минус 20 минус 20 это вот на этом термометре градусники который прибит на гвоздиках на гвоздиках за окном он стоит у нас плохарик сегодня на нем у нас продубас метеостанция у меня показывает только только комнатную температуру потому что вот прочерки стоят накрылся датчик внешний сейчас мы метеостанцию понесем для точности измерения на улице вот он этот внешний датчик а чего я тихо говорю я же уже не думаю и уже у меня там не спят все а вот наружный ну сейчас посмотрим может быть он опустится потому что он же как-то берет температуру где-то вот ой ребята я живу более обычного и жатника вот этот обувь моя стояла стояла у меня на улице и она тоже минус 20 я ее одел не аж это запотели ноги минус 20 ай 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 а вчера весь день сидели на нем кошки вот здесь какие солнышки на солнышке грелись и И сами своей шерсткой грели плахарика. Вот плахарик у нас тут. Ай-яй-яй. Ну, почему я к нему пришел? Потому что минус 20, полдевятого утра. И я сегодня должен сделать продубас для вас. Ну, по времени будет это где-то 13 по Москве. Я думаю, что потеплеет. Не заболеть бы мне к тому времени. Сейчас мы в гараже возьмем резиновые валенки. И отнесем их домой, чтобы они согрелись. Потому что, отправляясь на продубас, нужно быть одетым, ну, как минимум, уже в теплую одежду. Потому что по теме продубаса она будет остывать. Вы сами тоже будете остывать. Ну, примерно так вот остывает датчик. Датчик этот температурный. Я сейчас его оставлю где-нибудь здесь. Поставлю. А, ну, на шестерочке поставлю. И минут через 10 выйду. Поплив чайку. Выйду и посмотрим, какая температура. Ну, оставлю на солнце его. Чтобы, ну, как бы, не говорить, что минус 20, а вдруг уже станет минус 18. И Васька боец. Что, Вась? Что ты говоришь? Ой. Ребята, я сходил домой, одел носки, потому что у меня эти когти заворачиваются от мороза. Снова сейчас мы подойдем, подойдем к нашему турману труб. Минус 20, вон оно. Минус 20. Я ходил домой, носки одел. Взял ключи от Феди. Феди это Фиат Дуката. Ну, пока есть возможность такая. Минус 20 не всегда. Здесь это по-прежнему стоит, короче, опускается температура. Ну, прошло буквально там 5 минут, я сходил. Так. Я, конечно, думаю, минус 20 техника заводится очень плохо иногда. Ну, по крайней мере, плохие там автомобильчики, всякие там мотоциклики, с севшими аккумуляторами, с севшей топливной аппаратурой, с севшей поршневой заводится очень-очень-очень плохо. И вот у меня такой вот, такая вот созрела идея. Вот. Шуршит. Буквально сколько идут. 5 минут на улице уже. Шуршил мой, зашуршал. У-у-у-у. Ай, холодно, холодно. А сюда я вообще шел, вот, перчатки взять для продубаса. Так, ребята, сейчас мы в минус 20 будем Федю заводить. У-у-у-у. Бляха. Вот, погасли свечи, быстро вообще крутим. Вот так он заводится, в минус 20. Сейчас я печку выключу. Сейчас буду отпускать сцепление. Смотрите, слушайте. Смотрите, слушайте. Сцепление отпускаю и слушайте. Вот, давайте, тахометр буду показывать. Ну вот он. Момент прокручивания первичного вала. Он просили обороты. Ну вот так вот. А что, завел, пускай греется тебе, да? Или нахер надо? Не знаю, вот, что лучше. Заглушить его и все. Потому что сегодня мне вообще на нем не ездить. Пишите комментарии, да? Ну, конечно, как бы я, даже можете не писать, что я сейчас ему нагрузочку дал такую. Можно было этого не делать. Можно было просто на словах сказать, что он заводится прекрасно. Ну, не знаю, не знаю, ребят. Я для себя решил в минус 20. Минус 20 было, я не заводил. В минус 18 я его заводил, он завелся вообще как бензиновый такой хороший автомобиль. Ладно, беру перчатки иду домой. А то я уже вообще задубил тут. Сейчас еще мы отопитель включим. Ну, с другой стороны, нахрена мне его греть? Пойду. Пойду домой. Продубаста у нас на Плохарике в 13.00. А сейчас, сейчас где-то сколько? Ну, наверное, я скажу, сколько сейчас. Между часы лежат. Сейчас без 29 утра. Кстати, 25-ое сегодня и сегодня воскресенье. Блякан-мухан. О! А, кстати, Боля, холодно тебе? Минус 20. Нормально, да? Нос дрожит, а так нормально. Ты моя собака. Так, ребята, что, продолжает опускаться? Пока мы заводили, тестировали холодный запуск Феди моего. 7,3+. Я напомню, что только подсоединился к нам, присоединился на улице минус 20. Это домашняя станция, ну, метеостанция. Датчик, он висит, он неисправен. Вот сверху прочерки. Я вынес из дома. Было 22,6, по-моему. Вот стоим, ждем, чтобы опустилась. Но я буду ждать дома. Так же это. Меняю вот эту обувь и жатника на более теплую. Прошло еще где-то минут 20. Сейчас где-то 5 минут, 5 минут десятого уже. Идем снова на улицу. Будем пытаться заводить плохарика. Ну, я предварительно... Бляха, не налазит. Предварительно посмотрел в термометр. А, по-прежнему, минус 20. Вот там уже что-то немножко подупала температура на нашем... На нашем... На нашем... Ну, как он называется, блях, забыл уже. На нашей метеостанции. А, вот такая вот херня выскочила. Видите, ЛЛ. То есть, короче, до нуля, видать, опустилась. Дальше она... Потому что он дома должен стоять. Не мерить. В общем, придется нам руководствоваться именно вот... А, не знаю, может, вот это 3, что-то. Или это Е. Не. А, это градусов Цельсия и ЛЛЛ. Ладно, отправляем его домой. Не уронить, блях. В общем, как выяснилось, метеостанция у нас эта самая... Не мерит. А, по-прежнему... Минус 20. Ну, уже что-то я вот так смотрю... Минус 19. Ну, теплеет. Ну, для меня неплохо, чтобы потеплело к часу дня. Хотелось бы... Хотелось бы, чтобы тепло стало. Все-таки про Дубас я хочу совершить там вдоль речки. Там холодно. И как бы это самое. Чтобы себя не заморозить сильно. Сейчас вот пока минус 20. Хочу это самое. Попробовать завести плохарика. Вот так вот. Совсем открывать не буду. Открою частично. Хорошо, что солнце так попадает сюда. Хоть как-то что-то греет. Замысловался бороться. Так, надо его поболтать. Разболтать бензин. Тут все это масляное. Я не хочу ее. Не хочу ее перчатки пачкать. Еле свернул. Так, что у нас тут с компрессией? Не ушла ли она? О, передача включена. Была. Уже нет. Компрессия вообще зверь. Но все примерзшее. Итак, что мы поболтали. Бензин открыли. Надо нам взять спецключ. Открыть бардачок. И включить аккумулятор. Аккумулятор у нас включается путем вазания одной папы и мамы. Вот так. Сейчас вы полежите тут. Вот здесь. Вот здесь. Полежите. А я пока воткнул. Так. Перчатка все это делать неудобно. Боюсь, что аккумулятор сел. Блядь. Сука, сука. Мой бардачок соскочил. Укрепление. Магнит что-то магнитит сильно. Дело в том, ребят, что помните, вот этот помните, с Денисом мы искали эту самую Шамбалу. Вот у меня по двору здесь Шамбала проходит. Однозначно. И она такая сильная, магнетическая Шамбала. Я как-нибудь видос специально про это сниму вам. Из-за этого из-за этого у меня мотоциклы здесь и все работают, не ломаются. Она вот проходит где-то по диагонали вот в сторону гаража. И вот так вот по диагонали вот выходит на угол того сарая. Это Шамбала подходит. Я вам покажу. Я уже проверял, как она проходит. но это самое. Вы-то не видели. Так, подсос мой. Где тут? Вот здесь вот эта вот проволочка, это подсос. Мои вот так вот кверху подняли. Это мы обогатитель вытащили. Чуть, тросик не замерз. Тросик, тормоза уже не замерз. Тросик сцепления тоже не замерз. Ничего. зажигания посмотрим. Я так и не знаю. Горит нормально. Аккумулятору ничего. Смотрите, аккумулятор старый. Сейчас я вот почухаю с обогатителем. И будем пытаться зажигание. Чтобы двигатель у нас все активировано. Включение. Молча все. Все молча. Молча не заводится. Молча нет. Давайте я газку дам. Прочухаю. Ой. Что такое? Ну там все густое. Минус 20. Уже я устал. Ребят, сейчас я отдохну. Я просто устал. Потому что все-таки холодно. Утро. Я все бы спал возле теплой этой теплого тела. А меня вот тянет к холодному механизму. Извращенец. Что сделаешь? Ну, я думаю, вы тоже такие. Или у вас тел теплых нет рядом. Сейчас буду заводить, пробовать уже немножко газку давать. Чуточку вообще. Не буду давать. Просто нужно время. А если будет сцепление, ребят? Ну-ка. Выжмал сцепление. Уже подольше с выжатым сцеплением. Он же коробку не крутит. Таким образом. Вот. Сейчас. В каждый раз дольше и дольше работает. Сейчас. Покурим. Покурим. Ай-яй-яй. Видос длинный. Ну, а что сделаешь? Длинный видос. Запускаю, что я прогрел в этом-то там потом. Нагрел. Или уже потом завел, когда тепло стало. У нас на тепло лист так минут прошло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Потеплело. Гляньте, ребят. На целый градус. Где? 19, туда-ка 18. Акмос, где-то я грею атмосферу. Атмосферу грею. А знаете, что я хотел сделать? Вот здесь у меня декомпрессор есть. Я сейчас его нажму чем-нибудь. Ну, ладно, нажму этой перчаткой. Так-так-так-так, идем. Вот он. Ну, сначала, я не знаю, как подослать, чтобы декомпрессор нажать. О, бля! Что я сделал? Что я сделал? Фу, зря я только все это делал. Ладно, будем заводить дальше. Так, ребят, давайте я отключусь на виду. А потом снова включусь. Мне неудобно держать камеру и заводить. Чуть-чуть, ребята, мы не дотерпели. Буквально после того, как я отключил камеру и отнес ее полежать там, в гараже. 4-5 попытки, и все, он завелся. Смотрите, вон отверстие маленькое все ходит. Дробительно, порог идет. Уже не видно. А, нет, вот так, отсюда лезет. Вот. Сейчас подсос надо убрать. Так, зарядка есть. Все, на газ должен реагировать. Ну, он ледяной вообще. Просто только завелся, смотри. Смотрите. Я подсос убрал по той причине, чтобы свечу не залило. Сейчас я его прогрею, пойду домой. Уже я буду знать, быть уверенным, что... Быть уверенным буду. Буду быть уверенным. Не знаю, как правильно. В общем, буду уверенным. Просто, а, без быть. Буду уверен. Уверен в том, что... Сейчас дня я на нем уже поеду на продубас. Вот так вот. Ну, а, ребят, всем спасибо. Всем пока. Извините, что я вас отвлек своими утренними этими минусу 20 градусными хлопотами. Субтитры сделал DimaTorzok